Теперь, когда мы немного знаем об образовании и изменении энтальпии, а также о том, что такое энтальпия, мы можем немного поговорить о законе Гесса. Согласно этому закону, изменение энергии определенного процесса не зависит от того, каким образом мы переходим от одного состояния к другому. И действительно, это следствие того, что энергия представляет собой переменное состояние. И энтальпия, и внутренняя энергия — это переменное состояние. И мы много раз говорили о том, что этот показатель не зависит от того, сколько шагов вы делаете, чтобы оказаться в соответствующей точке или какой путь вы проходите. Но как это может быть полезно для нас, когда мы имеем дело с повседневными реакциями? Давайте возьмем реакцию, в которой А плюс В равняется, так, ну, скажем, С плюс D. И я хочу рассчитать, каково было изменение энтальпии этой реакции. Или, прежде всего, сколько тепла поглощается или выделяется в ходе этой реакции. Я не знаю, каково это количество, я его не измерял. Все, что у меня есть, — это величины теплоты образования. Итак, все, что я знаю… Итак, я знаю теплоту образования А. Давайте назовем ее «теплота образования». Напомню, H — это не теплота. Даже несмотря на то, что мы продолжаем называть этот показатель теплотой образования, по своей сути, это изменение энтальпии. И это стандартное изменение энтальпии. Но изменение энтальпии мы называем теплотой. Итак, это теплота, а изменение теплоты образования — это то же самое, что теплота образования. Вот этот маленький значок говорит нам о том, что это стандартная теплота образования. Мы можем посмотреть в таблицу и записать определенное число. Далее у нас есть теплота образования B, дельта теплоты образования B. Это теплота образования А, вот это, а вот это стандартная теплота образования. И мы можем найти в таблице теплоту образования С, которая представляет собой изменение энтальпии. И далее теплота образования D. Итак, все это мы можем найти в таблице, так? Это займет пару секунд. Итак, согласно закону Гесса, изменение энергии и энтальпии — это то, что мы здесь измеряем. Так вот, изменение энтальпии вот здесь не зависит от того, что мы делаем. Итак, вместо того, чтобы говорить об этой реакции, мы можем сказать «Эй, давайте вернемся обратно». Я обозначу это другим цветом. Давайте вернемся к нашим составным частям, то есть к их элементарным формам. Так вот, если бы это было что-то вроде углекислого газа, вы бы вернулись к углероду и молекулам кислорода. Вы бы вернулись к элементарной форме. И сколько же у вас будет энергии, и каково будет изменение энтальпии, когда вы будете возвращаться к элементарной форме? Теплота образования — это то, что вы получаете из элементарной формы А или элементарной формы В. Итак, чтобы вернуть А и В к элементарной форме, вы должны вычесть вот это. Вы должны повернуть реакцию в другом направлении. Тут у нас будет, будет минус дельта, теплота образования А, или здесь мы должны будем вычесть теплоту распада А. Вы можете это увидеть. И мы должны будем вычесть то же самое для В. И затем у нас получится элементарная форма. Далее же мы можем вернуться от элементарной формы обратно к соединениям. Потому что у нас те же самые атомы, они просто перегруппироваются в два различных набора молекул. Итак, теперь мы можем вернуться от элементарной формы и подняться вот сюда. И мы знаем, что это такое. Мы знаем, сколько энергии требуется для перехода от элементарной формы к C и D — это величины их теплоты образования. Итак, согласно закону Гесса, дельта H этой реакции, изменение энтальпии этой реакции преимущественно будет представлять собой сумму того, что требуется для разложения вот этих штук, то есть за вычетом величин их теплоты образования, плюс то, что требуется для изменения их формы. Мы можем записать это как дельта H образование для C плюс дельта H образование для D, то есть величины теплоты образования для вот этих штук, минус величины для вот этих. Это то, что вам потребовалось для перехода к элементарной форме. Итак, минус дельта теплоты образования А минус дельта теплоты образования B. Затем у вас получится теплота реакции, и если она будет отрицательной, то это будет значить, что произошло выделение энергии. Если же этот показатель будет положительным, то это будет означать, что вот здесь будет больше энергии, чем вот с этой стороны. И, соответственно, мы должны будем поглощать энергию для осуществления этой реакции, которая будет эндотермической. Я на абстрактных примерах рассказал вам о законе ЕСа. Теперь же давайте попытаемся применить его для решения определенных проблем. Допустим, у меня есть вот эта реакция, которая начинается с аммиака. Вот здесь у нас аммиачный газ, и он вступит в реакцию с молекулярным кислородом, чтобы получилось некоторое количество окиси азота, 4 моля, и некоторое количество воды. Итак, какова же будет теплота вот этой реакции? Чтобы узнать это, мы просто ищем величину теплоты образования каждого из этих веществ в таблице. Итак, давайте найдем эти величины. Начнем с аммиака. Какова теплота образования аммиака? И она всегда дается в килоджоулях на моль, то есть сколько теплоты нужно для образования одного моля аммиака. Итак, чтобы образовать один моль аммиака, давайте посмотрим вот здесь. Это все вырезано из Википедии. Так, мы начинаем с газообразного или с жидкого состояния. Так, смотрите, я начинаю с газообразного состояния. Я добавил g вот сюда. Итак, аммиак в газообразном состоянии имеет теплоту образования минус 45,9 на джоуль. Итак, минус 45,9 кило джоулей на моль. Это теплота образования одного моля аммиака. Она выражается в килоджоулях. Так, сейчас посмотрим. Какова теплота образования кислорода? Сейчас посмотрим, потому что кислород у нас пребывает в своей элементарной форме. Если какое-то вещество пребывает в форме, которую оно всегда принимает до того, как вы с ним что-то проделаете, теплота его образования будет составлять 0. Итак, теплота образования O2 равна 0. Теплота образования водорода H2 тоже равна 0. Если у вас есть углерод как таковой, его теплота образования будет равна 0. Теплота образования углерода в твёрдом состоянии тоже будет равна 0 при стандартной температуре и давлении. А что же насчёт окиси азота? Давайте посмотрим. Вот она, окиси азота, теплота образования. Она положительна 90,29. И, наконец, какова теплота образования воды? Давайте посмотрим. Вода. Вода в жидком состоянии минус 285,83. Теперь вы могли бы сказать «отлично». Согласно закону Гесса, если нам нужна дельта H для этой реакции, мы просто складываем вот это и вычитаем вот это. И вы будете почти правы, но понимать проблему вы будете неверно. Потому что все эти показатели — это теплота образования на моль. Но в данной реакции 4 моли аммиака, 5 моли кислорода, 4 моли окиси азота и 6 молей воды. Итак, мы должны умножить всё это на количество молей. Вот здесь я должен умножить на 4, и вот здесь на 4, а вот здесь на 6. Не будет ничего страшного даже в том, чтобы умножить 0 на 5, потому что произведение всё равно будет равняться нулю. Итак, теперь мы можем применить закон Гесса для расчёта дельты H данной реакции. Дельта H данной реакции будет равняться 4 умножить на теплоту образования окиси азота, 4 умножить на 90,29 плюс 6 умножить на теплоту образования воды. Итак, плюс, я поменяю цвета, 6 умножить на минус 285,83. И в качестве ремарки, при условии, что теплота образования окиси азота будет положительной, это будет означать, что для получения ее элементарной формы вы должны будете добавить в систему определенное количество теплоты. Итак, окиси имеет больше энергии, чем ее элементарная форма. Само по себе это не произойдет. Вода же, с другой стороны, высвобождает энергию в процессе своего образования из элементарной формы. С некоторых точек зрения она является более стабильной, но в любом случае давайте… вот у нас величины теплоты образования соединений, а затем нам нужно вычесть величины теплоты образования веществ, участвующих в нашей реакции. Итак, 4 умножить на 45,9. Так, давайте убедимся, минус 45,9. Теплота образования аммиака минус 45,9. Что же у нас получится в конечном итоге? Давайте возьмем калькулятор. Давайте убедимся, все ли у нас правильно. Это должно читаться. Так, я уберу это с экрана, потому что он уже переполнен. Итак, давайте запишем это вот здесь. 4 умножить на 90,29 плюс 6 умножить на минус 285,83 равно минус 1353. Выглядит правдоподобно. Вроде да. А теперь мы вычитаем из этого 4 умножить на минус 45,9. Итак, мы вычитаем минус 4 умножить на минус 45,9. Равно минус 1170. Итак, дельта H данной реакции равняется минус 1170 килоджоулей. Для того чтобы рассчитать это, мы попросту взяли теплоту образования соединений, умножили ее на количество молей и вычли теплоту образования фактических веществ, участвующих в реакции. Вот. Давайте произведем еще немного вычислений. Допустим, у меня есть некоторое количество пропана. У меня есть некоторое количество пропана, и я собираюсь его сжечь. Я собираюсь окислить пропан для получения некоторого количества углекислого газа в воде. Итак, то же самое задание. Какова теплота образования пропана? Смотрим. Просто удивительно, насколько исчерпывающими являются эти списки. Вот пропан в жидком состоянии. Теплота образования минус 104,7. Теплота образования кислорода в его элементарном состоянии. Кислород найти всегда легко, теплота его образования равна нулю. Теплота образования углекислого газа минус 393,5. Минус 393,5. И вода. Мы уже рассчитывали это. Минус 285,83. Какая же теплота образуется, когда мы сжигаем 1 моль пропана? Давайте посмотрим. Мы должны рассчитать теплоту соединений, теплоту образования соединений. Итак, это будет 3 умножить на вот это, потому что у нас образовалось 3 моля. Для каждого моля выделялось вот столько энергии. А затем мы прибавляем 4 умножить на вот это. И вычитаем 1 умножить на это. Мы получаем 3 умножить на минус 393,5. Получается вот столько. Плюс 4 умножить на 285,83. Минус 285,83. Равно минус 2300 кДж, примерно. А затем мы должны вычесть 1 умножить на вот это. Или можем просто добавить 104,7. Итак, давайте посчитаем. Плюс 104,7 равно минус 2200. Итак, теплота данной реакции является минус 2219 кДж. Минус 2219 кДж. Когда мы идем в этом направлении. Для каждого моля пропана, который я сжигаю, я буду получать вот столько энергии с этой стороны. Потому что вот здесь у нас примерно на 2200 кДж меньше, чем вот с этой стороны. Итак, я могу переписать данную реакцию вот здесь и добавить. Так, давайте сделаем это. С3H8, пропан, плюс 5 молекислорода, равно 3 моля углекислого газа, плюс 4 моля воды, плюс 2219 кДж. Вот что уделяется в ходе данной реакции. Она является экзотермической. Вот эта сторона реакции имеет меньше теплоты, чем вот эта. А вот эта… Эта теплота не просто исчезла. Произошло ее выделение. Вот куда. Но иногда может возникнуть и вопрос. Вполне справедливый. Вы рассчитали теплоту данной реакции. Какое количество теплоты выделится, если я передам вам, ну скажем, 33 грамма пропана? 33 грамма пропана. Итак, вы начинаете думать. Так, а сколько же это молей пропана? Потому что если я сжигаю 1 моль пропана, я получаю вот столько теплоты. Итак, сколько же молей пропана содержится в 33 граммах? Так, сколько весит 1 моль? 1 моль углерода весит… 1 моль… весит 12 грамм. 1 моль водорода весит 1 грамм. 1 моль пропана будет весить 3 умножить на 12. Итак, умножить на 3. Умножить на 3, потому что у нас тут 3 моли углерода и 8 моли водорода. Так что умножить на 8. У нас получится 36 плюс 8. Это будет 44. У нас получилось 44 грамма на моль. Давайте запишем это. 44 грамма на моль. Если я дам вам 33 грамма, то сколько же это будет молей? 33 грамма умножить на 1,44 молей на грамм. Полностью писать не надо. А затем граммы убираем. И получается 33,44 на моль. Или 0,75 моля. Итак, если 1 моль вырабатывает вот столько энергии, то 3 четверти моля будут вырабатывать 3 четверти от этого. Итак, мы просто умножим это на 0,75. И получим 1664. Итак, умножить на 0,75 равняется 1664. Если я дам вам 1 моль пропана и сожгу его с достаточным количеством кислорода, то получится 2200 кДж, которые будут выделены системой. Таким образом, вот эта сторона системы сохранит меньше энергии. Но если я дам вам только 33 грамма, то есть 3 четверти моля, то у вас выделится примерно 1600 кДж. Вот так. Надеюсь, это будет полезно для вас. Продолжение следует... Продолжение следует...